Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой видео на канал Снова! И в сегодняшнем видео мы наконец-то будем расхламлять правильным румяна. Знаю, что вы очень долго ждали это видео, а я его откладывала до последнего, потому что румяна это моя страсть. Я обожаю румяна, и поэтому я не знаю, насколько мне будет легко сегодня от них избавиться, но я постараюсь. Я честно обещаю, что я сделаю все возможное, чтобы это расхламление стало грандиозным. Так что, да, давайте просто начнем и перейдем уже к этому видео. Поехали! И вот в этом ящике я храню свои кремовые и пудровые румяна, также кремовые и пудровые бронзеры. Слушаю, что здесь потребуется много работы. У нас, кстати, есть корзинка, в нее я буду складывать, она хорошая, глубокая, в нее я буду складывать то, от чего я буду избавляться. И первое, что я вижу, это вот такие румяна, которые я получала в, по-моему, Ипси, и я хотела отправить их маме, но потом в итоге я выложила их, потому что у нас была очень тяжелая посылка. Там, может быть, килограмм двадцать. И, может быть, в следующий раз, когда мы будем пытаться отправить посылку в Россию другой почтовой службы, когда это, наконец-то, удастся, я все-таки их положу. Потому что я точно знаю, что я, скорее всего, ими не буду пользоваться. А, это хайлайтер, кстати. Вот хайлайтер я, наверное, этот оставлю себе, потому что я его уже свочила, и я не знаю, что здесь лежит. Но, смотрите, какой это красивущий оттенок, сияющий красивый хайлайтер. Это румяна в стике, и я покупала их точно больше года назад, а я точно знаю, что румяна в стике, они, у них срок годности, как правило, двенадцать месяцев. Это очень красивые цвета. Я больше всегда пользовалась, по-моему, вот этим оттенком, нежели чем вот этим, потому что этот оттенок, он уж слишком светлый для меня. Я посвочу. Мне кажется, я буду свочить сегодня все румяна, которые у меня есть. В общем, этот оттенок мне нравится в Резе больше. И этот оттенок, он очень красиво смотрится на мне, тогда как более светлый, его почти не видно на лице. И так как я, на самом деле, пыталась ими пользоваться часто, и я не знаю, каждый раз я ими пользуюсь, я не могу сказать, что я вижу тот пигмент, который я хочу видеть. Мне не нравится, наверное, что эти румяна не такие пигментированные, как я этого хотела. Поэтому, я думаю, что я хочу от них избавиться. Тем более, у них срок годности, я думаю, уже подошел к концу. И, кстати, пахнут они не совсем прям хорошо, то есть, как будто бы они уже действительно протухли, что ли. Дальше мы видим стиковые румяна и стиковые халайтеры от Анастасии Beverly Hills. Я купила два оттенка стиковых румян, я делала, кстати, на них обзор. И сейчас я покажу вам эти оттенки. Вот так выглядят эти румяна. Один оттенок называется Peachy King, а другой называется оттенок Pink Dahlia. Я все-таки гораздо больше предпочитаю именно этот оттенок, который называется Pink Dahlia. Они классные. Формула у них, наверное, даже чуть получше, чем у формулы румян от Jouer. Прикольно. Мне нравится пользоваться ими. Они новые, поэтому, естественно, мы их оставляем. Но это хайлайтер, который должен у нас пойти в другой ящик, как я уже сказала об этом. И хайлайтер этот в оттенке, который называется Pink Diamond. Кстати, хайлайтер классный тоже в этой коллекции вышел. Мне абсолютно нравится, как красиво смотрится блеск этого хайлайтера. Определенно это я оставляю, только я положу это в этот ящик. Далее у меня есть вот такие румяна от корейского бренда 3CE. Я покупала их, по-моему, на Style Korean или что-то. Или, может, я Style. Очень красивый оттенок румян. Мне нравится, как они смотрятся в упаковке. Но мне не совсем нравится, как эти румяна показываются на моей коже. Они, знаете, когда ты их растушевываешь, они перестают быть видны. Очень странная формула. Почти не видно ничего. Настолько они невидимы на лице. Когда я купила эти румяна, я думала, ну, все, наверное, это будет мой любимый оттенок корейских румянах. Они еле-еле видны на моем лице, и я всегда использую что-то после этих румян, что-то с более хорошим пигментом. Поэтому я избавлюсь от этого оттенка, который, кстати, называется Pink. Я немножко, ребят, сменила угол. Надеюсь, вам даже еще лучше все видно, когда я снимаю с этого угла. Следующий кремовый румяна у меня от Tarte в оттенке Peach Sunset. Я, по-моему, получала эти румяна как подарок за покупку. Красивый очень оттенок. Мне уже нравится. Я даже ее ни разу не пользовалась еще, потому что у меня очень много уже начатых мною кремовых румян. Мне очень нравится этот оттенок, и я определенно хочу его сохранить. Когда-нибудь я начну им пользоваться. Пудровые румяны и все такое. Окей. Эти румяна от Pearlis, которые называются Blush Glow BB Cheek Color. Я получала эти румяна в Ипси, и у меня были большие надежды, потому что я ни разу не пробовала этот бренд, во-первых. Во-вторых, мне сразу понравился этот цвет. Я сразу поняла, что вау, мне этот цвет 100% зайдет. И я пользовалась ими много раз. Ну, пять раз точно. И каждый раз я использую их, я не вижу оттенка, я не вижу цвета. То есть оттенок, он виден, когда вы наносите его на кожу, но потом он куда-то пропадает. И мне приходится использовать другие румяна, в которых больше пигмент. Я знаю, что сейчас мода на натуральность, но эти румяна, они вообще не проявляются никак на мне. И такое ощущение, что я что нанесла их, что нет, ничего не изменилось, да. Поэтому я от них хочу избавиться. Мне они не зашли, я их не поняла, поэтому, к сожалению, я избавляюсь от них. Жаль, честно, жаль. Может, другой цвет, какой-нибудь более темненький, мне бы подошел чуть получше. Следующие румяна от Milk Makeup. Я покупала их буквально, не знаю, месяцев шесть назад точно. Называются они Bionic Blush, и они у меня в оттенке Infinity. Я говорила об этих румянах в разочарованиях года, потому что, ну, они просто супер жидкие, как вода буквально. И они также, они не очень липкие, но есть эта липкость, в них присутствует. И также они плохо проявляются на лице и быстро исчезают. То есть, да, может быть и цвет красивый, конечно, но мне они не понравились. Это вообще не мой тип румян. Хоть задумка классная, потому что, да, это румяна с большим количеством ингредиентов, как в уходе за лицом. То есть, это не только макияж, но еще и уход, что здорово. Но мне они не понравились, и я думаю, что пришло время избавиться от них. Ой, у меня, оказывается, вау, у меня, по-моему, два одинаковых оттенка румян. Ой, я помню этот прикол. Я получила один из оттенков, по-моему, в адвен календаре, и другой я получила где-то еще. Оказалось, это два одинаковых оттенка, называются они Верк. И я спросила у мужа, говорю, скажи, эти оттенки, они одинаковые? Он говорит, нет. Я согласна, потому что эти оттенки, они абсолютно разные. Хоть это один оттенок, да. Я не знаю, как это вообще возможно, но посмотрите, ребят, вы сейчас будете сами свидетелем того, что эти оттенки, они не идентичны друг другу. Это одинаковые оттенки, но этот оттенок при этом смотрится каким-то темным, ну, более темным, этот смотрится более розоватым. Этот оттенок, мне кажется, уже все, потому что какой-то он весь уже, не знаю, потресканный. Очень странно. Пахнет, пахнет, не очень приятно. Это тоже странно. Я не помню даже, сколько у меня уже эти румяна в моей коллекции. Странно, я думаю, что я хочу избавиться от этого оттенка. Они одинаковые в смысле, но все равно эти румяна не вызывают у меня доверие, если честно. Они в ужасном состоянии. Этот оттенок также Верк. Я, наверное, оставлю, потому что я не помню, когда я в последний раз им пользовалась. И я хочу попробовать их еще раз перед тем, как я избавлюсь от них 100%. Правильно, я их оставлю. Если не понравится, я от них избавлюсь. Чувствую это то, что эти румяна, они немного липковатые. Определенно хочу попробовать их перед тем, как я их выкину, перед тем, как я от них избавлюсь. Окей, эти румяна в жидкой форме от Iconic London. Я получала их, по-моему, в Ипсе, если не ошибаюсь. И они мне не понравились. Это не очень хорошая формула румян. Кстати, оттенок называется у нас Sheer Blush. Какой оттенок? Эти румяна сделаны в Италии, что заставляет меня сказать стоп, не избавляйся, Юля, от них. Это не сделано в Италии. Но эти румяна, они также, ты наносишь их на кожу, думаешь, ну вот, красивущий оттенок, все классно. Но на самом деле этот оттенок, он исчезает через некоторое время. Я понимаю, что это, ну, типа, жидкие румяна, они обычно не такие пигментированные. Но когда я наношу румяна днем или утром, когда я делаю макияж, я хочу быть уверенной, что они хотя бы будут держаться на мне, не знаю, до вечера, до часов шести. И эти румяна, да, они, блин, цвет красивый, согласитесь, цвет очень-очень красивый, такой девчачий. Не знаю, я подумаю над ними, я подумаю определенно так же, как и над румянами от Milk Makeup. Смотрите, ребят, сколько у меня много румян в стике, это вообще как понимать. Это румяна из более-менее новой коллекции от Colourpop, я делала на нее обзор. И, кстати, недавно, буквально, по-моему, вчера я использовала один из этих оттенков румян. Этот симпатичный оттенок, очень причем, как он называется, тоже все стерто, понятное дело. Но это реально симпатичные румяна, формула не самая прям лучшая, потому что она, как сказать, это не очень плотные пигментированные румяна. И когда ты их используешь, ты можешь их просто вбить в кожу, и они все уже, они исчезли с кожи, понимаете? Этот оттенок, симпатичный тоже оттенок, по-моему, один из этих оттенков. Вот, этот оттенок я использовала на днях, он красиво смотрится, когда ты свочишь его, но на коже, когда я его пыталась рассушевать, он как будто бы ушел в ничто. То есть, я не увидела этого оттенка на своей коже, что немножко печально. Этот оттенок тоже очень-очень красивый, прям, я фанат таких вот розоватых каких-то оттенков, мне оттенки такие нравятся определенно. И, вы знаете, пока что я хочу сохранить эти румяна, потому что это относительно новая коллекция, и я ими не успела попользоваться в полную силу. Да, я пока их сохраню. Дальше в моей коллекции есть, естественно, румяна от Наташи Динона, я делала обзор на эти румяна. И не могу сказать, что это моя самая любимая формула, они не очень, они не очень, потому что в качестве румян, в качестве румян эти румяна не совсем то, к чему я привыкла. Также, посмотрите, здесь все, почему они все стали такими желтыми, вот мне очень интересно, это значит то, что они уже испортились или что. В общем, я не могу сказать, что это те оттенки, к которым моя рука тянется каждый день, а я больше предпочитаю использовать это как помада, если честно. Они классно смотрятся как помада, как это ни странно, как румяна не так сильно. Вот, и это самый темный оттенок из этой коллекции. Да, я все-таки люблю использовать это как помада, а не как румяна, и я думаю, что я пока их оставлю. Дальше у меня есть вот такие одиночные румяна от MAC, они у меня в оттенке, который называется Totally Sinked. И эти румяна я покупала в магазине скидок, где косметика продается со скидком. Я забыла, кстати, название магазина этого. В общем, когда я пришла домой, я увидела, что они вообще-то сломаны, и потом я поняла, что как будто бы они старые. Я от них избавлюсь, я даже не стала ими пользоваться. От них я избавлюсь, с чистой совестью. Далее у меня есть такие миленькие румяна от NYX в оттенке Nude Tude. Мне нравятся они. Я даже иногда использую эти румяна как помада, мне нравятся даже, наверное, больше, а не как помада. Но как румяна этот продукт очень и очень мне нравится. Прям очень красивый оттенок на осень, на зиму. Вау! Пахнут они еще вкусно, поэтому я думаю, что я пока их оставлю. Мне нравятся продукты NYX, да, они хорошие. Вот, поэтому это мы оставляем. Что это такое? А, это, по-моему, румяна тоже. Тоже можно использовать это на губах. Это я получала в Ipsy, и цвет... Цвет, кстати, очень даже симпатичный. Не слишком сухие для моей предпочитаемой формулы румян, поэтому я, наверное, избавлюсь от них. Дальше у меня есть румяна от Rare Beauty. Это румяна в оттенке Joy. Это тот оттенок румян, который не самый мой любимый из коллекции Rare Beauty, потому что он слишком яркий. Эти румяна, они, знаете, очень яркие. Их нужно немного. И, наверное, поэтому я храню их здесь. Они в своем ежедневном столике, потому что я знаю, что это не тот оттенок, которым я пользуюсь каждый день. Именно поэтому я храню их здесь. В общем, пока что я, наверное, от них не буду избавляться. И последнее, что я здесь вижу, это хайлайтер-бальзам-блеск для губ от Becky, бренд, которого уже нету. Так, пахнет, по-моему, это очень вкусно. Ну-ка. Да, запах все еще хороший, кстати. Я использовала это все-таки больше как, понятное дело, бальзам для губ, чем как хайлайтер. Неплохой продукт. И, наверное, я пока его оставлю, потому что все-таки это Becca, и бренда Becca уже нет. И поэтому для меня это, знаете, как такое, типа, напоминание, воспоминание об этом бренде. Вот, поэтому мы вставляем это. Далее другие румяна, которые у меня есть от бренда Tower 28. У меня есть два оттенка. Первый оттенок называется Magic Hour. Это мой любимый оттенок румяна от этого бренда. Второй оттенок называется After Hours. Это уже более новые оттенки в их коллекции. Оттенок Magic Hour, мне кажется, об этом оттенке все знают. И это самый, наверное, идеальный оттенок. Розоватый, вот. Он супер классно смотрится на коже. И я не знаю, насколько эти румяна хороши. Ну-ка. Пахнут они пока что нормально. То есть, они не пахнут как-то плохо, потому что это же чистый бренд. И поэтому срок годности этих румян, он, там, знаете, не два года, как у других румян, он гораздо меньше. Здесь написано, что эти румяна хороши в течение 12 месяцев. Пока что ненормально пахнут, поэтому мы это оставляем. Эти румяна у меня совсем недавно, поэтому я, естественно, их оставлю. И я думаю, что нужно будет поднажать на этот оттенок, потому что у них реально срок годности закачивается очень быстро. Не успеешь оглянуться, уже все. Поэтому, когда вы покупаете румяна от чистых брендов Clean Beauty, то нужно определенно пытаться быстро-быстро доиспользовать, пока это все не пропадет. Далее у меня румяна от Rare Beauty в оттенке, который называется Nearly Neutral. И это неплохие румяна. Я слышала от многих, что эти румяна не очень хорошо держатся в течение всего дня. И я согласна с этим. Оттенок просто фантастически красивый. Очень красивый оттенок. Они не очень пигментированные. Они прям едва-едва пигментированные. Я думаю, это можно видеть в сравнении с Tower 28. Они красивые, мне нравится упаковка. Они очень компактные, их легко хранить. Поэтому я пока их оставлю, потому что это Rare Beauty. Дальше у меня есть два оттенка румяна от Патрика Та. Первый оттенок называется She's Dead Girl. И второй оттенок называется She's So LA. Я все-таки, я давно ими не пользовалась. Прям очень давно. И я знаю, что многие фанатеют от формулы Патрика Та. Для меня эта формула, она окей. Как бы она хорошая, да. И этот оттенок мне нравится больше всего, конечно, понятное дело. Как это все пахнет? Пахнет нормально. По удивлению, все хорошо очень пахнет. Это здорово. Этот оттенок, понятное дело, у меня остается. Этот оттенок я им вообще не так часто пользуюсь. Это у меня больше, как знаете, для коллекции. Чисто для сравнений. Этот оттенок у нас She's So LA. И я не знаю, зачем я его купила. Ну, как бы для румян этот оттенок, он слишком темный для меня. И поэтому, да, он у меня просто в коллекции. Я редко к нему прикасаюсь. Только если, например, я захочу сделать, может быть, контур. Это больше для контура, да. Это все-таки не румяна. Это больше для меня лично работает как контур. Вот. Поэтому пока оставляем это. Румяна от Анастасии... Анастасия, я бы хотела сказать. Румяна от Наташи Диноне. Это ее коллекция, которая вышла в день Святого Валентина в прошлом году. Это красивый румяна. Правда, упаковка еще более красивая. Очень забавная. В этом дуо мне нравится все-таки гораздо больше хайлайтер. Он очень интересного и уникального цвета, как мне кажется. Симпатично смотрится. Да. Красиво. И румяна не совсем любим мой цвет, потому что они, как мне кажется, слишком коралловые для меня. Возможно, да, на мне этот оттенок все-таки может смотреться слишком too much, слишком ярко. Поэтому, естественно, я оставляю это, потому что это Наташа Динона и потому что упаковка красивая. Но в большей степени это оставляю именно из-за того, что здесь очень красивый хайлайтер. Кстати, я принесла все эти румяна из своего бьюти-столика. Там у меня хранится то, что я использую каждый день. Я нашла еще пару, на самом деле, кремовых румян, о которых я хотела поговорить вообще. И это румяна от LYS. У меня они в оттенке, который называется Higher Standard. Я сегодня их использовала, кстати, на своем лице. И мне, надо сказать, нравится формула. Это не очень... Это не очень липкие румяна, и они в меру пигментированные. Честно, за эту цену, вроде бы они стоят 18 долларов, это очень и очень хорошее качество. Мне они очень нравятся. Советую попробовать вам хоть раз формулу этих румян от LYS. Они классные. Оставляем. И у меня еще есть кремовые румяна от бренда Melt. И у меня они в оттенке, как называется, Honey Thief. Эти румяна я использую частенько, потому что, да, когда у меня есть выбор использовать кремовые румяна или пудровые, я использую кремовые, потому что кремовые гораздо быстрее портятся. И мне нравится этот оттенок. Мне кажется, он такой забавный. Он уникален для моей коллекции. Сравнить хотя бы этот оттенок с Наташей Диноной. Этот оттенок, он гораздо более носибельный, да, чем Наташа Динона и ее палетка Love. Шикарный оттенок. Мне нравится формула. Естественно, мы оставляем это. И давайте перейдем теперь, собственно, к пудровым румянам. Эти румяна я покупала в Alty в прошлом году. Ну, недавно буквально, на самом деле. Мне они очень нравятся, кстати. Эти румяна в оттенке Peony. Мне безумно нравится этот оттенок. Очень смотрится женственно. Мне нравится использовать эти румяна. Они, опять же, в меру пигментированные. Не слишком пигментированные, но и недопигментированные. Вот, очень красивый такой женственно-розовый оттенок. Обожаю их. Очень нравится формула этих румян. Ой, эти румяна от Dior. Я, кстати, использую их реально почти каждый день. Мне нравится формула. Я знаю, что их сложно достать. Когда они еще не были доступны в Sephora, я сделала себе напоминалку. Когда они появились, я получила уведомление. И тут же их купила в Sephora. Настолько я хотела их получить, потому что они супер завирусились на ТикТоке. Они у меня в оттенке, который называется, кстати говоря, Rosy Glow. У них еще есть персиковый оттенок, но я решила взять именно розовый. Вообще, говорят, что здесь нет цвета. Цвет проявляется в зависимости от вашего pH-баланса кожи. Я не знаю, верю ли я в это или нет. Мне очень нравятся они. Я рада, что я их все-таки достала кое-как. Эти румяна я купила буквально на этих выходных в Sephora от Laura Mercier. И эти румяна в оттенке чай. Я много от кого слышала, что формула румян от Laura Mercier, она очень классная. Попробуйте ее. И я вдруг решила попробовать именно этот оттенок. Этот оттенок у меня был в виш-листе еще, наверное, на Черную Пятницу. Но я все-таки решила не покупать эти румяна. И вот сейчас я их купила. И мне нравится оттенок. Я использовала его вчера в своем видео, где я говорила о новом тоне от Charlotte Tilbury. Мне нравится этот оттенок. Безумно красиво смотрится. Идеально на каждый день. Он не какой-то пигментированный. Он в меру пигментированный. Очень смотрится естественно. Мне очень нравится, как этот оттенок смотрится на моей коже. Естественно, очень классная покупка. Давайте начнем с румян от Colourpop. У меня два оттенка румян. По-моему, у меня еще был один оттенок, но я от него избавилась. И это из коллекции. Даже не помню, какая это коллекция была, если честно. Но эта коллекция выходила вроде бы года два назад, наверное. Я тогда еще только начинала канал свой вести. И мне нравится оба эти оттенка. Я не знаю почему, я не знаю с чем это связано, но у обоих оттенков есть что-то, что меня притягивает. То есть я хочу ими пользоваться. Наверное, в большей степени я все-таки использую именно вот этот оттенок. Он шикарный. Он очень красиво смотрится. Другой вопрос, насколько эти румяна еще хороши. Потому что я покупала их типа два года назад. Но вообще пудры, они могут вам служить до трех лет, правильно? Мне нравится формула этих румян, и они не занимают много места. Поэтому я, наверное, все-таки их оставлю. Эти румяна от NABLA. Я покупала их когда-то года полтора назад или год назад. И румяна эти у меня в очень красивом оттенке, который называется Independence. Мне они нравятся, я их оставляю. И я давненько ими не пользовалась. Нужно будет больше пользоваться ими, потому что какой же красивый оттенок. В нем есть небольшие блестки. То есть это как сатиновый финиш у этих румян. Красиво, еще раз красиво. Оставляем. Эти румяна от Milani. Драктуровский бренд, бюджетная косметика. Очень классная формула. Мне нравится использовать эти румяна в особенности летом. Они прекрасно смотрятся, сочетаются с любым макияжем. Ну да, оставляем. И эти румяна от Laura Geller. Я получала это в Ipsy. Я попробовала посвочить эти румяна на днях. И знаете, мне показалось, эти румяна, они слишком, я не знаю, слишком красные для меня. Хотя нет, сейчас я не вижу красного. Я вижу очень даже красивый персиковый оттенок. Красный, я не знаю. Я подумаю над этими румянами. Может быть, я их кому-то отдам. Потому что я не думаю, что эти румяна сделают меня счастливой. Далее, естественно, у меня румяна от Pat McGrath и ее коллекции Divine Blush. И у меня три оттенка, которые называются Divine Rose, Nymphette и также оттенок под названием Nude Venus. И мой самый любимый оттенок, он посередине, под названием Nymphette. Они все красивые, но именно Nymphette как-то для меня всегда является победителем. Когда я выбираю, какими румянами я буду пользоваться. И далее у нас осталось совершенно немножко румян. Румяна от Ofre. Я получала это в Ipsy совершенно недавно. И называются эти румяна Blush Rose. Я пытаюсь эти румяна все еще понять. Я пытаюсь пользоваться ими как можно чаще, но и бывает забываю о них, если честно. Да, и поэтому нужно будет начать пользоваться ими опять. Красивый оттенок, такой пыльно-розовый. Опять же, я не знаю, как его еще по-другому описать. Но это красивый румяна от Ofre. Вот я попробовала бы палетку от Ofre. Я сейчас слышала, что они очень классные у нее. А это хайлайтер. По-моему, я показывала вам это, когда я делала расхламление хайлайтеров. Нет? В общем, это у нас из коллекции Glow Nymph. Подождите, из коллекции, которая называется Nymph Kiss. Не самый мой любимый хайлайтер, но как бы для каких-то специальных случаев, для дискотек. Не знаю, походу куда-то потанцевать дам. Я думаю, что я оставляю это. Мне нравится оттенок, он уникальный. Давайте посмотрим на палетки. Это у меня палетка от Патрика Та. Я делала на нее обзор буквально месяц назад. И это палетка с румянами. У меня, к сожалению, отпала эта штучка, которая защищает кремовые текстуры от пудровых. Я не знаю, как так случилось. Но, в общем, да. У меня сначала была любовь к этой палетке, но потом я как-то ее не поняла. И сейчас я все-таки хочу опять попытаться понять ее и использовать больше. Но, если честно, когда я использую эту палетку, я не могу использовать никакие цвета, кроме вот этих двух цветов. Потому что я считаю, что они наиболее привлекательны, наиболее классно на мне смотрятся. Так как эти два оттенка, мне кажется, они будут в летнее время смотреться лучше, чем сейчас. Я оставляю это пока что, потому что, ну, как бы я только недавно это купила, да. Патрик Та. Эта палетка, кстати, была очень долгое время out of stock во многих магазинах в Сифоре. И онлайн, и не онлайн, но, в общем, по-моему, сейчас ее можно купить уже. Эта палетка от Наташи Диноны. Я покупала ее, по-моему, в боксе Чарм с большой скидкой. Что-то вроде того. Называется эта палетка Diamond and Blush. У меня здесь мой самый любимый компонент этой палетки, это этот хайлайтер. Боже мой, какой он суперклассный. Ты знаете, как... Это хайлайтер, которого у меня точно нет в моей коллекции. Посмотрите, какой он блестящий. И я даже не знаю, как его описать, но это что это такое? Это нереальный какой-то блеск. Как будто бы, знаете, даже не знаю, на что это похоже, но напоминает мне чем-то водную гладь. Настолько он неземной. Вот, и остальные компоненты этой палетки я не так часто пользуюсь. Именно хайлайтер, это вот прям мой must-have. Я обожаю им пользоваться. По-моему, этот хайлайтер тоже классный. Ну-ка. Да, он тоже неплохой, кстати. Да, это хорошая палетка. И, естественно, я ее пока оставляю, потому что... О, посмотрите на этот хайлайтер. Вау! Вот это... Хм... Вот это дуахром, или как он называется там. Супер классный, естественно. Последнее, что у нас осталось, это бронзеры и некоторые палетки. Я точно знаю, что эти палетки у меня уже очень... Слишком давно в моей коллекции. Я ими не пользуюсь. По-моему, я покупала это для какого-то видео, когда я еще только начинала свой канал. Это красивые оттенки, это эльф, и я думаю, что мне не станет ни жарко, ни холодно, если я от них избавлюсь. Видите, я не так часто ими пользуюсь, поэтому я думаю, кто-то другой будет рад получить эти палетки, и кто будет пользоваться ими. Я не знаю, может даже я просто от них избавлюсь, потому что они уже очень старые. Вот Наташа Динона, и, по-моему, я получала это в адвент-календаре в прошлом году. Это красивые румяна, мне нравится, наверное, больше халеттеров все-таки. Ну-ка, нет, он не очень хорошего прям качества. Да, румяна здесь они лучше, чем халеттеры. Халеттер здесь очень простой. Пока что я ставлю это, да. Так, еще одни румяна. Окей, это румяна от Бекки. Красивый оттенок, мне нравится. Тоже такой сияющий золотистый, сияющий розовый оттенок, я извиняюсь. Называется этот оттенок Camellia. Я ставлю это, потому что это Бекка, и Бекки больше нет. Давайте перейдем к бронзерам. Бронзер от Huda Beauty Glowish. У меня он в оттенке 01 Light. Это было моей большой ошибкой купить самый светлый оттенок, потому что он никак не показывается у меня на моей комплекции, на моем лице. Его очень сложно увидеть на моей коже, и я, скорее всего, хочу избавиться от этого бронзера. И, возможно, я еще раз попытаюсь его сегодня использовать, перед тем, как я избавлюсь окончательно. Потому что сколько раз я не пользовалась этим бронзером, он никак не проявляется на мне. Потому что, опять же, у меня очень светлый оттенок. Поэтому, да. Избавляемся от этого. Дальше. Ой, это новый бронзер, который я покупала в этом году. Это типа как новогодний сет от Too Faced. И в этот сет входил бронзер, и также блеск, который увеличивает губы с ментолом. Я этим бронзером, если честно, пока еще не начинала пользоваться, но запах у него шикарный. Просто пахнет как шоколадка. Я буду начинать им пользоваться, я думаю, в ближайшие дни. Но по цвету, в принципе, по цвету, мне кажется, он очень даже будет на мне хорошо смотреться. Он, естественно, он гораздо более пигментированный, чем бронзер от Huda Beauty. Мы это оставляем. Очень, кстати, мило дизайн. Начну обязательно им пользоваться в скором времени. Если вам интересно, оттенок называется этого бронзера Hot Cocoa, я так понимаю, горячий шоколад. Дальше бронзер от NABLA. Это мы оставляем, потому что я... Вообще, я слышала, что многие были рады этой формуле. Я им начала пользоваться, когда я его купила только. И потом я о нем забыла. Потому что сейчас я использую в большинстве своем контур в стике. Бронзеры в стиках, да. Редко использую пудровые бронзеры. Но я хочу вспомнить немножко о нем опять. Вспомнить, как он хорошо показывает себя в работе, да. Как он хорошо показывается на лице. Поэтому это я оставлю. И если вам интересно, мой оттенок называется Soft Revenge. Следующий бронзер, который мне не понравился категорически от Анастасии Бавроли Хиллз. У меня он в оттенке Sunkist. Это не самый удачный оттенок, который я выбрала. Этот оттенок, он вообще не напоминает мне оттенок бронзера. Я не знаю. Я давно им не пользовалась. Может быть, стоит опять попробовать его. Но я точно знаю, что этот продукт меня разочаровал. Очень-очень плохой выбор оттенков для коллекции. Я помню. Да, потому что был выбор между этим оттенком. Это второй оттенок или первый, неважно. И потом следующий оттенок после этого. Это был очень-очень темный оттенок. Буквально он был оранжевый. Поэтому я думала, что этот оттенок, может быть, будет... Ну, он не будет уходить в оранжевый. И да, я это получила. Он не уходит в оранжевый. Но он уходит в какой-то непонятный, дешево выглядящий коричневый. До также от Наташи Деноне. Здесь бронзер и хайлайтер. Я это оставлю, потому что я покупала это, по-моему, когда я только начинала канал свой. И я делала обзор на, если не ошибаюсь, Наташу Денону и ее палетку в коричневых тонах. Как называется она? Я забыла. В общем, я купила это, когда я была в Сифоре, чтобы использовать это в том видео. И я это оставлю чисто как память. Эта палетка именно о тех временах мне и напоминает. Ну, вот тут хайлайтер. Он лучше, чем в той палетке Наташи Деноны розовой. Бронзер здесь, конечно, в разы лучше, чем сам хайлайтер, как и в прошлой палетке. Маленький бронзер от Nars, который у нас в оттенке Laguna. У меня точно такой же бронзер есть в кремовой формуле. Давайте посмотрим на оттенки, насколько они разные или одинаковые. Мне кажется, этот бронзер все-таки посветлее. Этот бронзер, он куда более какой-то, я не знаю, коричневатый. Слишком коричневый, слишком темный. Да, мне нравится этот бронзер гораздо-гораздо больше. Я думаю, что я пока это оставлю. Я не знаю еще пока, что я хочу с ним делать, если честно. И этот, это у нас... О, это тоже бронзер. Он в оттенке Laguna. Вау, у меня два одинаковых бронзера. Как это? Серьезно? Наверное, они одинаково выглядят, но, в общем, понятное дело, что этот я кому-то хочу передарить, потому что он абсолютно новенький. Кто-то будет использовать его гораздо больше, чем я. По-моему, это мы получали, если не ошибаюсь, в Advent Calendary Cal Beauty. Может, я ошибаюсь. Следующие два бронзера. Бронзер от Iconic London. Этот бронзер, он так себе. Каждый раз я его использую, я спрашиваю себя, Юля, зачем ты начала им пользоваться? Потому что он очень сложен в нанесении. Ну, прям, он как капризная женщина, можно сказать так. Потому что, когда ты наносишь этот бронзер, он вдруг начинает течь. Он очень жидкий. И также он требует осторожности в растушевке, потому что его лучше растушевывать именно кистью. То есть, обычным спонжем у вас не получится это сделать, потому что тогда бронзер просто исчезнет, да? С вашего лица, настолько он прозрачный. Я не знаю, если честно, что я думаю насчет этого бронзера. Я пока подумаю. Вот. И последний бронзер от Jaclyn Hill. Этот бронзер у меня в оттенке, который называется Nakey. Тоже не самый мой... Hey, buddy! Мой кот пришел. Этот оттенок не самый удачный. Опять же, как и бронзер от Анастасии Бавроли Хиллс. И я не знаю. Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, хочу ли избавляться от него. Формула, мне кажется, все-таки у Анастасии Бавроли Хиллс лучше, чем у Jaclyn Hill. У ABH бронзер гораздо более кремовый, чем у Jaclyn Hill. В общем, да, с бронзерами и румяными мы разобрались. Теперь я хочу немножко попшикать свой ящик и протереть его от пыли. Ну, а теперь я разложу все палетки и все румяна, где они были. Любо-дорого посмотреть на то, как организованы румяна и бронзеры. Мне нравится. Дышать стало легче в бьюти-комнате, это факт. И сейчас я покажу вам мою корзинку с косметикой, которую я решила расхламить, либо отдать, либо выбросить. И я все-таки решила избавиться от этого бронзера от Хода Бьюти, как вы уже знаете. И также я решила избавиться в конце концов от жидких румян от Iconic London, также жидкого бронзера от Iconic London. В принципе, мне кажется, я очень даже неплохо сделала это расхламление. Думаю, что для бьюти-голика, который не расхламлял свою косметику в течение года, это очень даже неплохое количество косметики. Сейчас я покажу вам, как у нас выглядит это все конечным образом. Я все-таки решила оставить, кстати, вот эти два бронзера. Решила вам дать знать это. И в общем, да, ребят, надеюсь, вам понравилось мое расхламление косметики, а именно расхламление румян и бронзеров. Надеюсь, оно вас вдохновило, возможно. И я увижусь с вами в следующем видео, где мы будем расхламлять помады. И в отдельном видео мы будем расхламлять также палетки теней. Так что, скоро увидимся, ребят. Пока-пока.